Фестиваль музыки и настроения. На один день литературный сквер превратился в арт-пространство. В третий раз школьники и студенты со всего города собрались на музпарковки, чтобы послушать популярную музыку в оригинальном исполнении. Центральная сцена не единственное, что приготовили для гостей организаторы. Чтобы обойти все развлекательные зоны, понадобилось не меньше часа. В этот раз у нас больше мастер-классов, у нас больше выставка-ярмарка, у нас больше музыкантов, у нас больше игровых площадок. Возраст меняется с каждым разом, все меньше, в смысле, более молодые музыканты появляются, более замечательные танцоры интересные находятся. В этом году мы нашли потрясающий квинтет, который сыграл невероятную музыку просто, это было здорово. Всего на сцену поднялось более 10 исполнителей, многие пригласили своих друзей. Анастасия пела под гитару русские зарубежные песни. Фестивалям довольна, обойти все зоны еще не успела, зато познакомилась здесь почти со всеми. Мероприятие очень веселое, здесь много интересных конкурсов, мне очень понравилось драться подушками, петь на сцене. Как я сюда попала, мы играли в переходе на гитарах, и ко мне подошел организатор Владимир Владимирович и попросил здесь сыграть, и я согласилась. Веселье царило не только у сцены, любители настольных игр могли почувствовать себя Гарри Поттером и сыграть в гигантские шахматы или шашки. Еще одно популярное развлечение Дженго тоже предстало перед публикой в увеличенном формате. Цель игры – извлечь фрагменты с середины башни так, чтобы конструкция не обрушилась. Сплестись в причудливых позах можно на большом поле для твистера, а проверить ловкость и сразиться с соперником на полях настольного хоккея. Я успел поиграть в шахматы, в большую гигантскую Дженгу, что всем больше всего понравилось. Успел поиграть в шашки, тоже все в довольно больших размерах, очень интересно. В принципе, я вроде бы нигде не проиграл. Фестиваль предлагал не только развлечься, но и научиться чему-то новому. В центре литературного сквера расположились мастер-классы по рукоделию. На одном из них ребят учили делать ловца снов из ивовых прутиков, бусинок и перьев. Ловец снов вешается или над кроватью, или над рабочим местом, можно в машине повесить. Он отгоняет плохие мысли, то есть ловит их ловушку и пропускает только хорошее. Музпарковка в этом году собрала несколько сотен человек. В планах на будущее сделать отдельную сцену для поклонников поэзии, откуда любой желающий сможет продекламировать любимые строки. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.